Всем привет, с вами Чак и подборка новостей уже ждет вас. Мода, музыка и личная жизнь знаменитостей. Ньюсбокс прямо сейчас. По ту сторону рабочего процесса. Для чего Олег Яковлев решил устроить себе фотосессию? Почему красивые девушки так хотят заниматься пропагандой? Наша ведущая Анна Грачевская на Mercedes Fashion Week. Как это было? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Самурай Олег Яковлев. Слышали про такого? Так вот, на днях он организовал себе фотосессию в японском стиле. Куда пойдут эти снимки, узнаете прямо сейчас. Нет, это не подготовка к съемкам самурайского блокбастера. Это Олег Яковлев устроил себе фотосессию. Это Japan Style. Учитывая, что и у Олега у меня есть восточная кровь, течет в наших жилах, нам показалось, что это будет интересно. На моих афишах и просто, когда меня люди видят, они привыкли к тому, что я вот, ну, все время пиджачок и джинсики или там что-то такое. Мне захотелось такого немножечко собранного стиля в черно-белых тонах, ну и немного Востока, потому как, ну, что это есть, и Восток всегда интересен, загадочен. Поводов для такого интересного и загадочного нашлось предостаточно. Во-первых, новые фотографии артисту всегда пригодятся. А во-вторых, личная фотосъемка – это просто маленькая радость. Мы приурочиваем эту фотосессию к старту нашего совместного, скажем, так-шоу на Russian Music Box. Соответственно, наши совместные образы, они как раз будут использованы для анонсов этой программы. И не только. Для медиа, для новостной истории о том, что запустился проект, ну и так далее, и так далее. Ну и несколько фотографий для афиш Олега. Поэтому я хочу порадовать, прежде всего, для телезрителей, для просто зрителей, просто для самого себя. Делать такие приятности – это здорово. Как это обычно бывает, из десятков снимков понравится лишь парочка. И если такое произойдет, и Олег останется доволен, то радоваться будем все вместе. Эта группа решила привлечь еще совсем молодых девчонок для занятия пропагандой. Нет-нет, речь идет не о политической партийной группе, а о музыкальном коллективе «Пропаганда», который снял свежий клип, да еще и с новой участницей. Кто вошел в новый состав коллектива и с какими трудностями столкнулась группа на съемках, узнал Никола Мидзе. Да, это лав-стори, но не между Трессом и Кариной, а между Трессом и семи девушками, потому что семь девушек борются за место Карины. Кроме нас, Настей, снимаются еще пять участников, которые участвуют в телепроекте «Попади в пропаганду». А ведь не всем парням так везет, чтобы за него боролись девушки. Да еще и сразу все семь. Думаете, рэперу Трессу надо поблагодарить хорошую генетику и спортзалы? Нет, всему виной московские пробки. Да, у нас продюсер ехал в пробки и параллельно ехал Тресс, как Сережа нам рассказывал, у него играл трек, они познакомились и потом решили, «О, Сережа, у тебя неплохие треки, давай послушаю». И потом сказал, «У меня неплохие девчонки, давай сделаем совместный трек». Вот так вот, оказывается, можно благодаря пробкам попасть на съемочную площадку группе «Пропаганда». Нету автомобиля, ни беда для артистов, ни автолюбителей был сделан проект «Попади в пропаганду», через который молодые девочки получили возможность сняться в своем первом клипе. Да уж, пока у девочек нет опыта общения с камерой и журналистами, что видно и невооруженным взглядом. Настя и Маша считают, что участниц проекта слишком мягкие условия кастинга, и это неправильно. Я очень критичная и очень настойчивая в своих словах, потому что я когда вижу, что они недостаточно стараются, и что с нами обращались намного строже, у них и вокал, и танцы, и клип, и все что угодно, у нас таких условий с Настей не было. В общем, время покажет, каким же будет новый состав легендарной пропаганды. А сейчас главное, что съемки прошли в дружной рабочей атмосфере, а значит, что поклонники коллектива скоро увидят качественный клип от своих кумиров. Дочка нашей ведущей Анны Грачевской, Василиса, дебютировала в качестве модели на показе Mercedes Fashion Week. Как публика встретила маленькую звездочку и почему нервничала Анна Грачевская, узнаем прямо сейчас. Каждая мама видит в своей дочке маленькую принцессу. Нарядные платья, красивые прически, бантики, аккуратные туфельки. Вот главные правила выхода в свет юной леди. Ведущей нашего канала Ани Грачевской все эти заботы не чужды. Свою дочку Василису молодая мама всячески балует. И уже с самого детства приучает ее к светским мероприятиям. Совсем недавно Василиса дебютировала на неделе моды Mercedes-Benz в качестве модели. Звездная мама очень переживала за дебют своей малышки. Волновалась, чтобы все прошло идеально и ее чадо не испугалось такого количества людей. Но мамины нервы были напрасны. Василиса прошла как опытная модель, которая покорила уже не один подиум Парижа и Милана. А зрители встретили юную звезду очень тепло. Дебютировала Василиса в показе коллекции одежды Yunona Fashion House. Детская коллекция болгарского дизайнера Петти Делчевой сезона весна-лето 2016. Ана Грачевская призналась, что очень горда за свою маленькую принцессу и уверена, что Василиса пойдет по ее стопам. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Завтра смотрите дайджест. Все самое интересное за неделю. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывайте инстаграм телеканала Russian Music Box. Кстати, у нас новый инстаграм Russian, нижнее подчеркивание, Music Box. С вами был Чак. Будьте всегда на стороне оптимизма и делайте добрые, хорошие дела. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok